МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Там можно на велосипеде, это остановка, что автобус. Ребята, здравствуйте! Здравствуйте! Ребята, давайте знакомиться. Меня зовут Света. И мы с вами на протяжении 4 дней будем находиться в стране безопасности. Вы знаете, что это за место? Да. Хорошо, что знаете. Давайте мы расскажем еще и нашим маленьким телезрителям, что это такое. Страна безопасности, ребята, это такое место, единственное на земле, где с вами никогда ничего плохого не случится. Мы с вами на протяжении 4 дней будем учиться правилам безопасного поведения и постараемся объяснить их нашим маленьким телезрителям. Это первый момент. И второй, очень важный, это конкурс. А поэтому мы с вами будем соревноваться и в конце 4 соревновательного дня определится победитель, который выиграет главный приз. Но тот, кто проиграет, без подарка тоже не останется. Обязательно получит подарок. Но прежде чем приступить к нашему первому испытанию, я предлагаю познакомиться с нашими главными героями этой недели, Ангелиной и Константином. Добиться успеха непросто, а уж попасть на телевидение и стать участниками популярной программы и того сложнее. Если кто-то думает, что детям это дается проще, сразу скажем, это не так. Нашими героями на этот раз стали Костя и Ангелина, которые на общих с остальными ребятами условиях участвовали в кастинге. Кроме возраста, который Ангелина и не думала скрывать, мы узнали, что учится она в первом классе. Ей никогда не бывает скучно и у нее есть мечта. Мой папа построил рэп-парк, я хочу туда поехать, я там ни разу не была. Встреча с Костей оказалась и вовсе незабываемой. За короткое время мы узнали, что он пока занимается каратэ, но скоро, как и его папа, будет играть в футбол. Будущую профессию Константин себе тоже уже выбрал. Так ты мне расскажи, ты кем будешь? Хоккеистом? Футболистом или каратистом? Президентом. Президентом нашей страны? Скажем честно, достойных претендентов оказалось предостаточно. Но на этой неделе в борьбу вступают Костя и Ангелина. Ребята, вы уже не первая команда, которая вступает в борьбу в нашей стране безопасности. Но вы знаете, все предыдущие игры показали, что бороться нужно до самого последнего момента. Что победу можно вырвать даже на финишной прямой. Ну а если не вырвать победу, то во всяком случае приблизиться к победителю максимально. Ребята, вы готовы побороться в нашей стране безопасности? Хорошо, молодцы. Правильный у вас настрой. Ребята, когда я вошла к вам, вы что-то обсуждали на стенде. Правила дорожного движения, дорожные знаки. Я надеюсь, что вы что-то запомнили, что-то знаете. Потому что это вам очень пригодится. Тема нашей с вами игры будет «Правила дорожного движения для детей». Я предлагаю вам приступить уже к первому конкурсу. Давайте присядем, и я вам объясню подробнее условия этого самого первого конкурса. Ребята, первый наш конкурс называется «Разминка». Но я вам уже говорила, что на протяжении четырех дней мы с вами будем изучать правила дорожного движения для детей. А сейчас мы проверим, какие знания у вас уже есть по этой теме. Согласны? Да! Ребят, перед вами лежат карточки. Вы сейчас по очереди будете брать одну и отвечать на вопрос. За каждый правильный ответ вы получите одну фишку. Начинаем? Да. Хорошо. Кто будет первым? Ангелиночка, давай, бери первую карточку ты. Давай, что у нас здесь за вопрос? Итак, Ангелин, что делать, если мяч выкатился на дорогу? Вот играла ты, играла, и мячик попал на дорогу. Какие твои действия? Как ты попытаешься? Какие действия предпримешь в этой ситуации? Пойду домой, прошу мамы... Помощи, да, чтобы она пошла и достала мяч. Но сама ты не побежишь на дорогу, да? Правильно, Ангелиночка, бежать на дорогу, на проезжую часть за мячом ни в коем случае нельзя. Нужно об этом попросить взрослых. Правильно ты сообразила. Держи фишку. Так, теперь, Костя, твоя очередь. Бери картинку. Давай, что у тебя за вопрос попался? Итак, Костя, как называют людей, идущих по улице? Пешеходы. Конечно, пешеходы. Чего ты так не уверен? Держи. Ангелин, твоя очередь. Читай, какой у тебя вопрос? Как нужно переходить улицу? Как нужно переходить улицу, Ангелин? Надо сначала найти пешеходный переход. Так. Потом посмотреть направо и налево, и потом пойти. Нужно идти спокойно, не бежать ни в коем случае. Да, не бежать. На велосипедах нельзя ездить. Да, если идешь со взрослым, взять взрослого за ручку. За ручку и пойти дальше. Правильно. И на самокате тоже ни в коем случае ехать нельзя. Правильно, Ангелиночка, молодец. Еще одна фишка твоя. Держи. Костенька, давай тяни вопрос ты себе и читай его. Какие пешеходные переходы вы знаете? Какие пешеходные переходы вы знаете? Как называются те пешеходные переходы, которые вот на земле, по асфальту? Зебра. Зебра, да. А они называются еще по-другому наземные пешеходные переходы, да? А еще какие есть, кроме наземных? Есть. Ходил когда-нибудь по такому мосту, который вот над дорогой? Нет. Над дорогой. Нет? А может быть, знаешь, как называется такой? Нет. Над землей. Надземный пешеходный переход. А еще какой есть? По земле, над землей и... Ангелиночка, ты знаешь? Подземный переход. Подземный переход. Правильно. Так. Костя заработал одну и Ангелиночка одну, потому что дополнила Костю, да? Держи, Костя. Тебе и тебе. Молодец. Ангелин, твоя очередь. В тени. Ух ты. Ага, один. Выбери какой-нибудь и читай. Ка-ка-ку-ка-как... Как определить, где находится пешеходный переход? Ангелиночка, как можно определить, где находится пешеходный переход? Там вот, либо белая и черная, либо желтая и белая. Ну, зебра такая. Правильно, зебра. Или знак пешеходный переход. Молодец. Все-то ты знаешь. Держи. Костя, твоя очередь. Тяни свой карточку. Где должны ходить пешеходы? Где должны ходить пешеходы? К пешеходному переходу. Так, это если они дорогу переходят, это, в принципе, все. Велосипедист может катить велосипед. А вот именно идти, где должен. Где обычно идут пешеходы? Где есть светофор. Нет, как называется вот то место, где они ходят? Ангелин, ты знаешь? Это тротуар. Тротуар. По тротуару должны ходить. Так, давайте следующую фишку пытаемся заработать. Ангелинечка, твоя очередь. Читаем. Разрешается. Переходить улицу. Где разрешается переходить улицу? По пешеходному переходу и по земле. Правильно, по светофору. Да, по светофору. Да, молодец. Держи. Костя, ну и последняя карточка твоя. Читай вопрос. Тебе адресованный. Где ездить машины? Где ездят машины? Где ездят машины, Костя? На дороге. На дороге, правильно. Так, ребята, ну. Есть у вас знания по теме правила дорожного движения. Правда, они не настолько полные, какие могли бы быть. Но у вас еще все впереди, вы наверстаете. Давайте подведем итоги первого конкурса. У кого сколько фишечек? Костя, три я вижу. Ангелинка? Четыре. Пять. Пять. Молодцы. Немножечко впереди лидирует Ангелина. Ребята, сейчас я хочу вас познакомить с очень интересным человеком. Готовы ко встрече с ней? Тогда давайте обратимся к экрану телевизора. Ребята, здравствуйте. Меня зовут Екатерина Леонидовна. Я представитель такой важной и ответственной профессии, как инспектор ГАИ. В жизни с вами могут случиться разные ситуации, но вы всегда должны знать, как поступить. Сегодня мы изучим правила поведения при дорожно-транспортном происшествии. Ребята, если вы становитесь очевидцем дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадали люди, то в какие службы вам необходимо сообщить? Ребята, в какие службы необходимо? В полицию. В милицию. И скорую помощь. Молодцы, ребята, правильно. Слушаем дальше, тетю Катю. Правильно. Вам немедленно необходимо вызвать скорую медицинскую помощь по телефону 103 и сообщить о случившемся работникам ГАИ по телефону 102. После прибытия сотрудников ГАИ на место происшествия, все, что вы увидели и запомнили, вы должны рассказать милиционеру. Вам все понятно, ребята? Да. Самое главное в экстремальных ситуациях, если рядом не оказалось взрослых, вам не нужно теряться, расстраиваться и плакать. Нужно быстро собраться и выполнить все действия, которым мы с вами только что проговорили. Желаю вам успеха в игре и прощаюсь с вами до завтра. До свидания. До свидания. Ребята, наш первый конкурсный день подходит к концу, но это еще не все испытания, которые я для вас сегодня приготовила. Вы уже знаете, что вы не первая команда, которая борется в нашей стране безопасности. И вы знаете, самым простым заданием у нас считаются загадки, отгадывания загадок. Вот поскольку у вас сегодня первый соревновательный день, то, пожалуй, никаких сложных заданий я для вас предлагать не буду. И начнем, как раз таки, вернее, закончим сегодняшний день загадками, отгадыванием загадок. Я буду вам загадывать загадку. Вы, ребята, бегом направляетесь каждый к своей доске, находите правильный ответ и на скорость приносите мне рисунок. Кто ответит правильно, получит две фишки. А кто это сделает еще и быстрее своего соперника, получит еще одну фишку. Понятные условия конкурса? Хорошо, ребятки. Итак, по моей команде. Сначала я читаю загадку, а потом вы бегите каждый к своей доске. Раньше времени на доску, пожалуйста, не смотрите. Понятно? Слушаем первую загадку. Вот стоит на улице в черном сапоге чучело трехглазое на одной ноге. Марш! И так, и так, быстрее, ребята. Одновременно, одновременно, правильный у обоих ответ. Что это у нас? Цветофор. Цветофор, молодцы. По две фишки быстренько получаем, кладем в коробочку, возвращаемся и слушаем следующую загадку. Так, Андрей, Олечка. Ох, ох, еще и я, скажет, если бы быстрее их выдавала, поднимай. Посмотри, силач какой, на ходу одной рукой останавливает привык пятентонный грузовик. Ай. Опа-на. Что, кто это у нас? Как называется это дядя? Полицейский. А как его правильно, вот правильно, как его называют? Кто вспомнит? Там удачу фишку. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Полицейский. Нет. Это как... Наташки, ребята, не полиция. Регулировщик. Регулировщик. Молодец, Костя, вспомнил. И так, во-первых, это за регулировщика тебе одна. Во-вторых, каждый из вас получает по две за правильный ответ, потому что вы вдвоем ответили. И еще третью фишку получает... Кто у нас быстрее пришел? Костя. Костя еще за скорость. Ну вот как, наверстал-то. Молодец, шустряк. Ну мне так больше, потому что... Так, мы сейчас посчитаем. Раньше времени еще у нас целых две загадки впереди и возможность у каждого вырваться вперед. Итак, слушаем внимательно. Так, не смотрим. Подглядывайте. Что за знак такой стоит? Стоп, машинам он велит. Пешеход, идите смело по полоскам черно-белым. Одновременно правильный ответ. Этот ответ какой? Как называется? Пешеходный переход. Правильно, молодцы. А давайте я вам дам... Ну да, подри, держи. Ангелина, твои две. Но я сейчас просто за скорость. Так вы одновременно пришли, поэтому за скорость у нас вдвоем, молодцы. Итак, последняя, четвертая загадочка. В этом месте, как ни странно, ждут чего-то постоянно. Кто-то сидя, кто-то стоя. Что за место здесь такое? Марш! Ах, этот магнит сыграл с Костей злую шутку. Ангелина, отвечаем, что это такое? Где ждут автобусы? Это обстановка. Так, молодец. Ребята, ответ был у Ангелины и у Кости правильный. Костенька, держи тебе две. Ангелиночки две. Но Ангелина, оставь в покое магниты, они нам сейчас не нужны. Тебе две за правильный ответ и одну за скорость. Итого три фишки твои. Быстро несем коробочки обратно, будем считать, кто сколько заработал сегодня. Давай, Костя, давай, давай. Сколько у тебя? Здесь у нас три, пять, семь, девять, десять, тринадцать. Ура, тринадцать. Я сама посчитаю. Сама? Ну, давай. Ох, Ангелина, четыре. Всего лишь на одну фишечку. У нас девочка сегодня лидирует. Но Костя завтра будет тоже стараться, и Ангелина будет еще больше стараться. Ребята, вы большие молодцы. Очень хорошо справились сегодня с нашими заданиями. Ну что, ждем завтрашнего дня. Будем готовиться и соревноваться? Договорились? Ну что ж, ребята, тогда до встречи в стране безопасности. Пока-пока. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»